Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы будем решать нажимать нам на эту кнопку, либо же не нажимать. Если мы нажмем на эту кнопку, мы получаем определенные привилегии, как вот, к примеру, вы женитесь на партнере своей мечты, вот на ком захотите, кого даже представьте. Но, и тут представляется один из дел, в конце каждого месяца они забывают, кто вы, поэтому вы должны снова и снова объяснять свои отношения. Я ничего плохого в этом не вижу, ну, забывают, забывают, ну, у всех память дырявая, так что в этом нету ничего необычного, и, конечно же, мы нажимаем на кнопку. Вот 49% согласен со мной, а 51% почему-то даже нет, не хотят объясняться каждый месяц, ленивые задницы. Переходим к следующему. Вы прекращайте Холокост из когда-либо происходящего, но вы должны стать Гитлером, чтобы сделать это. То есть, прекращай Холокост, чтобы стать тем, кто его делает. Не, ну, если можно Холокост прекратить, то тогда нажимаем. Да, 56% согласны, но 44% не согласны носить усики и быть Гитлером, которого все не любят. Так, что же там дальше будет? Вы можете заставить любого влюбиться в вас, но эффекты необратимы. Вот те, кто не могут найти себе девушку, вот могут такое один раз сделать, да, и чтобы вот навсегда. Но самое, наверное, фиговое, если вы разлюбите этого человека, да, но эффекты уже необратимы. То есть, все, доживайте с этим человеком всю оставшуюся жизнь, либо он вас маниакально будет уже преследовать. На мой взгляд, лучше не заставлять никого в себя влюбляться, потому что мало ли ты человека разлюбишь, так и все, разойдемся. А тут уже эффект необратим, так что я не буду жать на эту кнопку. Нет, очень, очень много процентов нажало бы эту кнопку. 29, как и я, не нажали. Но тут как раз-таки именно выбор человека. Переходим к следующему вопросу. Когда вы мечтаете, вы можете посетить вымышленный мир по своему выбору и взаимодействовать с вымышленными персонажами. Вы можете выбирать, где бы вы... А, вы можете выбирать, где бы вы не появлялись в этом вымышленном мире. Очень такая крутая способность. Но, если вы умрете в этом вымышленном мире, вы умрете в реальной жизни. Выбирайте свои миры и местонахождение тщательно. Кроме того, любые персонажи в этом мире действительно настоящие и имеют чувства. Поэтому они, в конце концов, начнут задаваться вопросом, почему вы исчезаете регулярно. В принципе, мне абсолютно вот пофигу на это. Если можно каждый раз в вымышленном мире, да. Вот, к примеру, подумал я про игру какую-то. Да, вот захотел ее вот так вот посетить. И опа, я уже там. Потом, захотел еще куда-то посетить. Опа, я уже там. А то, что люди будут задаваться вопросом, почему ты так часто исчезаешь, то я отвечу, это все магия не Хогвартса, я не виноват. Так что, нажмем, конечно же. Вот и 72% тоже молодцы, согласны. А то, блин, жить только в реальном мире. Хотя в нем тоже ничего плохого нету. Если так подумать. Вы можете летать, но вы скажете, что противоположно тому, что вы хотите сказать. Типа, я буду уметь летать, но если я захочу сказать то, что это отлично, то получится, что это дерьмо. Кажется, я так понимаю. Ну, способствовать летать того не стоит. Так что, умение грамотно и нормально поставить свою речь. Хотя, можно так вот приноровиться и говорить, что, типа, подразумевать, что все отлично. Говорить, что дерьмо, а на самом деле получится то, что все отлично. Так что, ну, я не знаю, я бы не стал нажимать на кнопку из-за этого. Вот, и 52% со мной не согласны, потому что, ну, блин, ну что, я хочу выразить свое чувство, да, а получается совсем по-другому все. Но это вообще никак не катит. Поэтому, поэтому лучше не нажимать на кнопку. Так, вот тот, который ты всегда любил, любит тебя, но ты их больше не любишь. Очень так круто получается то, что, вот смотри, ты любишь человека, да? Все, ты нажимаешь на кнопку, он в тебя без ума влюблен, но ты его не любишь. И, и что? И что? Да, да, нажимать на кнопку. Видимо, я поспешил, но я немножечко себя как эгоист подвел, подумал, такой, ну, окей, меня любят, тех нет. Хорошо. Дальше. Вы получаете свой собственный, своего собственного покемона, но так и, так и вы худший враг, и вы всегда проигрываете ему. Типа, у вас есть худший враг, и вы всегда проигрываете ему. Да плевать мне на него, у меня собственный покемон. Плевать то, что у меня сейчас тоже вот покемон тут толстенький валяется, который все скидывает на своем пути. Называется Жаратабус. Кот обожаравшийся. Так что, да, плевать на этого, блин, худшего врага. Он там будет выигрывать, выигрывать, и как-то помрет от радости. Будет же хорошо. Дальше. Вы, Кенни Вест. Очень, очень хорошая у него музыка, но вы должны смотреть музыкальное видео Тейлор Свитт 10 раз в день. Ну, 10 раз в день это немножечко, немножечко слишком, но в принципе она тоже ничего, что тут такого. Я совсем не понимаю. Я вот не понимаю, что в ней такого. Я вот видел у нее клип, даже не один, а несколько, прикольно. А может, я не те видел. Может, там имелось какое-то... Имелись в виду какие-то другие клипы, более не очень такие смотрибельные. Смотрибельные. Ну, ладно. Так что ничего плохого в творчестве Тейлор Свистта я не имею. Вы можете вылечить любую болезнь по своему усмотрению, но вы выживете воспоминаниями о всех людях, умерших от болезни, которые вы излечили. То есть, я лечу болезнь, но тем временем я вижу все воспоминания людей, которые вот болели этой болезнью и умирали. Блин, если вот медиком, то... Если бы я был медиком, то... Мне было бы совершенно плевать на вот это вот, что видеть воспоминания. Да, возможно, там... Ну, немножечко с ума сойдешь, зато ты лечилка ходящая. Так как врачу не надо, идти, бац, там, докоснулся, вылечил и все. А то, что там воспоминания видишь, это уже другой разговор там. Там люди в белых халатах уже помогут. И плюшевые стены. Так что... Да, да, совершенно... Совершенно полезная штука. Так что переходим к следующим. Стать трансформатором. Может, тут не так переби. Может быть, трансформером. Но вы ржавеете ровно через год и умираете. Ну, становиться трансформером, устроить вакханалию в мире, через год проржаветь и сгнить. С одной стороны, плохо то, что всего лишь год, но, блин. Кто бы не хотел стать трансформером? Хотя... Хотя мне и в моем теле нормально. Блин. Вот вопрос с подвохом. Все-таки стать трансформером, а не трансформатором, потому что трансформатором это как-то очень слишком. Но вы ржавеете через год и умираете. Блин, все-таки... Все-таки я не буду нажимать на кнопку. Да, вот тут очень много не сказали. А 22% бы согласились. Такие. Устроили бы вакханалию, померли бы потом. Точнее, С... Соржавели бы, померли. И все. И пусть мир разбирается с вашей вакханалией, как хочет. Вы получаете самого сексуального друга или подругу миров, но вы становитесь слепым. Мне кажется, это... Это не стоит того. Вот, кажется, человек красив по-своему, можно сейчас вот так вот говорить, но я просто сейчас скажу то, что становиться слепым, когда у тебя очень охренительно красивая подруга, да, или друг, что-то не очень хочется. Что-то не очень хочется становиться слепым. И последний сейчас посмотрим. Вы станете самым харизматичным и глад... И гад... Сука. Вы станете самым харизматичным и гладкоговорящим человеком, но вы должны смущать и разрушать свои шансы. С кем вы вы романтически заинтересованы. То есть ты... У тебя вот голос прям вот святая святых, да? Но вы должны смущаться и разрушать свои романтические там планы, судьбу там свою романтическую. Да, кем вы не были заинтересованы романтически. Ну, такое себе. Хотя... Хотя мне нафиг кто нужен будет, если у меня будет самый хороший голос. Ну, блин, ну ничего. Можем ли как-то там вот это вот показать, что что-то у меня там жужжит, звонит. Можно ли как-то будет вот это вот там перебороть же? Вот. К тебе же там будут подходить, говорить то, что «Хей, у тебя там классный голос, давай пошли со мной прогуляемся». И всё. И ты такой, ну, стесняешься, но такой, ну, ну окей. Там, и всё, идёте. Так что в этом, блин, либо я что-то не так понял. Потому что 63% не нажали кнопку, а 37% нажали кнопку. Да, хоть я и говорил, что это последний, но мне хочется посмотреть, что же там ещё будет. Вы можете дышать под водой, но вы должны задержать дыхание в воздухе. В смысле спрыгнуть с обрыва и пока я буду лететь, задержать дыхание. А в чём подвох? У меня тут рядом пляж есть, там стоит огромное дерево, на нём привязана, или была привязана тарзанка, на неё разгоняешься, там, прыгаешь и в воздухе там задерживаешь дыхание, и всё, и ты можешь дышать под водой. Хотя, если загрязнён водоём, то, блин, ты там скорее коньки откинешь, чем будешь нормально дышать. Так что не, ну если очень чистая вода или грязнота воды не влияет, хотя нет, должна же вроде бы влиять. Ну окей, возьмём, так что в этом нет ничего такого. Стоп, я чего-то вообще не понял. Вы можете дышать под водой, но вы должны задержать дыхание в воздухе. А я вот совсем не понимаю тех людей, которые 74%, может быть у меня тут перевелось что-то не так, может быть ещё что-то. Потому что вроде можно же подпрыгнуть, задержать дыхание и всё. И ты будешь дышать под водой. Ладно, не понимаю, я я что-то не понял насчёт этого. так что давайте ещё один. А потом ещё и ещё один. У вас самый лучший компьютер в мире, но вы должны... О, нет-нет-нет, я не буду это создание сатаны использовать. Не-не-не-не-не-не. Не за что. Вот, 68% молодцы, а 32% это мазохисты просто. Иногда, вот, когда вылазил на старом ноуте у меня интернет-эксплорер, то... А, эксплорер. То... Блин, это такая мазета была его закрыть, блин. Полчаса надо было ждать, мне кажется, или даже меньше, чтобы он пока прогрузится. Потом он будет спрашивать, а точно ли вам это надо закрыть? Легче, блин, ноутбук закрыть, включить и... всё. И удалить нафиг из компаний от интернет-эксплорер. Хотя он, как вирус, может, наверное, обратно закачаться. Ну, ладно, я думаю, то, что на этом всё. Вот такой вот опросник или как там называть его выборник получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. Всем до встречи, всем пока!